13 миллионов рублей намерены взыскать родители семиклассницы, пострадавшей во время трагедии в школе Соснового Бора. Напомню, в середине января девятиклассники подожгли кабинет, а после напали на младших школьников и учителя с топором. Следствие по этому делу ведется до сих пор, подозреваемые под арестом. А девочка, получившая серьезную травму головы, до сих пор не вернулась к привычному ритму жизни. Детали у Марии Красиковой. Ну, я этот день не помню вообще. Ей потребовалось почти девять месяцев, чтобы научиться заново жить. Саша – та самая семиклассница, которой удар топором пришелся по голове. Почти полмесяца девочка провела в реанимации. Врачи вернули ее с того света, но из-за тяжелой травмы парализованы левая рука и нога. Когда я еще в реанимации лежала, мне иногда иголки тыкали. Было иногда больно, иногда я вообще не чувствовала. Я вообще подумала, что я ходить не смогла. Осторожничали в прогнозах и врачи, но Борцова полностью оправдала свою фамилию. Училась заново ходить и писать. Саша левша с рождения. Мы ждем вызов с Питера, когда нам будут ставить пластину. Сейчас у нее череп как открытый. Чтобы закрыть череп, вот эту пластину будут ставить. Сколько еще предстоит операции, а также курсов реабилитации неизвестно. Травма постоянно дает о себе знать. Частые головные боли, тошнота и приступы. В рационе девочки из десяток таблеток ежедневно. И, возможно, пить их придется всю жизнь. Непонятно пока и как сложится с учебой. Сейчас с Сашей приезжает учителя из специализированной школы для инвалидов. Возвращаться в родную пятую девочка не хочет. Боится. Хотя под наклассником скучает. Никто не приходит. Мне учительница обещала, что они летом приедут. А все же разъехались. Все-таки лето же. Ты ждала? Ждала. Мне учительница приезжала и все. Часто приезжала, что ли? Один раз. Куда чаще родные Саши теперь видятся с новым директором школы. Но эти встречи в суде и по разной стороны баррикад. Пока дело рассматривают в гражданском порядке. Семья намерена взыскать со школы, а также нападавших, моральный вред. Сумма 13 миллионов. Нет такой цели обогатиться или что-то. Это всего лишь компенсация за те страдания, которые ребенок до настоящего времени испытывает. Мы считаем, что школа виновата. Виновата в том, что это случилось. Виновата в том, что не досмотрели. Никакого интереса после случившегося они не проявили. Вот сколько раз мы встречаемся в суде с представителями школы. Ни разу ни один не подошел, не спросил, как Саша. Мы встречаемся на суде здесь. Я к маме подходила, спрашивала. Буквально два заседания назад. Как чувствует себя Саша. Когда они лежали в Питере, я звонила лечащему врачу. Дважды я звонила, бабушка не брала трубку. Об этом говорить о том, что мы не интересуемся, но это, наверное, не совсем красиво и правильно. Сегодня директор предпочла поскорее уйти. Вместе с представителем от комитета дав понять, суммы морального ущерба они категорически не согласны. Не готовы полностью брать ответственность на себя из-за несоблюдения норм безопасности в школе. Эти вопросы переадресовали бывшему руководству. Экс-директора вызовут в суд для беседы. Только сначала его нужно найти. А потому рассмотрение дела перенесли на конец октября. Завершение месяца с нетерпением ждет и Саша. Впереди осенние каникулы и новая надежда на долгожданную встречу. Что бы хотелось сделать больше всего, наверное? Чтобы одноклассники приезжали. Мария Красикова, Борис Геленов, Батархалматов, телекомпания «Аригус».